Всем добрый день! Недавно наш любимый родной GM объявил о новом бензиновом Эквиноксе. Прежде чем мы начнем, хотел бы поблагодарить всех за донаты, за лайки и комменты и вашу подписку. Если вы хотите поддержать канал финансово, то ссылка в описании внизу. Примерно год назад GM объявил о новом электроэквиноксе, но отпускать прибыльный бензиновый Эквинокс из дома Chevrolet, когда есть потенциал дожать все капли прибыли, будет как-то не по-американски. Дизайн нового Эквинокса зависит от позиции, которую вы выберете. Первая позиция LT, также она известна в кругах GM как позиция Beach Packet, выглядит просто и приятная на глаз. Вторая позиция RS, выглядит она агрессивно и брутально. GM говорит, что все новые Эквиноксы будут продаваться с 4-цилиндровым мотором и 1,5-литром турбо. И даже вот эта комплектация RS будет продаваться с тем же мотором. Хотя то же самое не говорили про поколение, которое сейчас у нас продается в Узбекистане. Но у нас в любимом и солнечном Узбекистане эти модели продаются с 2-литровым мотором. И это полный кайф осознавать, что в нашем рынке есть что-то лучше, чем на американском рынке. А так меня очень сильно расстраивает то, что имя RS будет с 1,5-литровым мотором. Я считаю это просто неэстетично. Чисто такой маркетинговый ход. То же самое, что делает BMW, когда они хотят содрать побольше денег своих покупателей и приклеивают M-значок куда-либо вообще. Третья комплектация у нас Актив. И вот Актив выглядит не как какая-то там другая комплектация, а как совсем другой автомобиль. Такое ощущение то, что Tahoe, Traverse, нынешний Equinox, Jeep совокупились. И вот это вот родилось на свет от их непонятной любви друг к другу. Здесь вроде чувствуется такой вот внедорожный запах. Есть большие баллоны, такие пороги, все такое агрессивное. И новый Equinox будет продаваться не только с передним приводом, но и с полным. И даже со всем этим маскарадом бездорожья чувствуется то, что комплектация Актив, она притворяется, что может ездить там, где другие застрянут. Напоминает мне 30-летнего мужика с пузом, который после просмотров бандитских сериалов возомнил себя главным героем в любой ситуации. Под капотом у нас полтора литровый турбомотор, который выдает 175 л.с. и вместе с 8-ступенчатым автоматом на полном приводе разгон где-то займет 8 секунд. Если вы купите передний привод, то у вас будет только вариатор. Никакого 6-ступенчатого автомата. Мне кажется, что комбинацию мотора 1.5 с вариатором скопировали с Каптивой 5 и поставили ее в новый Equinox. Пишите в комментах ваше мнение о силовом агрегате. Интерьер выглядит намного красивее и более дороже. Качество интерьера пока точно неизвестно, но на картинке все такое дорогое и приятное на ощупь. Equinox, который продают сегодня, к огромному сожалению, имеет мусорный переработанный пластик на дверях, на торпедке. Когда вы там сидите, вы понимаете то, что вас надурили. Я очень надеюсь, что GM отказался от таких материалов в новом Equinox. И в новом Equinox у нас будет огромный монитор размером 11,3 дюйма, камень 360, адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений. Пока еще точно неизвестно, будет ли обдув, но подогрев руля точно будет, панорамная крыша и встроенный Wi-Fi 5G. Я ездил на предыдущих моделях Equinox и даже есть на некоторые обзоры, ссылка внизу. Мне понравился двухлитровый мотор, мне очень понравилась рулежка и динамика. За рулем вы наслаждаетесь каждой каплей бензина и каждым поворотом. По моему мнению, по рулежке и динамике Chevrolet уничтожил Kia и Hyundai в ее сегменте. Фуловый Equinox был быстрее, маневреннее и интереснее по вождению, чем любая Kia или Hyundai за эти же деньги в ее сегменте. Я надеюсь, что мы опять получим двухлитровый мотор в Узбекистане и этот мотор будет помощнее, чем в предыдущем поколении. И тогда эта машина будет очень интересна для нашей публики. Пишите в комментах, что вы думаете о новом Equinox. Также не забывайте про благотворительный проект Food for Life Уз. Каждую субботу они кормят нуждающих. Также они отправляют по всей республике сухие пайки нуждающим семьям. Им нужны или волонтеры, или финансовая помощь. Огромное спасибо, берегите себя, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok